Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня тема программы – рак молочной железы. Этот диагноз всегда пугает. Человек находится в замешательстве и не знает, что делать дальше. Вместе с тем, именно в этот период очень важна оперативность для того, чтобы сэкономить время и не дать злокачественной опухоли распространиться вглубь организма. Сегодня, буквально через минуту, в этой студии о раке молочной железы, о проблемах диагностики и скрининговых программах, о российском и мировом опыте в этом вопросе, расскажет врач-онколог-мамолог. Готовьте свои вопросы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире диагностируется более миллиона новых случаев развития злокачественных опухолей молочных желез. В России этот показатель достигает 50 тысяч. Возникновению и развитию рака молочной железы способствуют определенные факторы. Пол, возраст, осложненный гинекологический анамнез, генетическая предрасположенность, эндокринные и метаболические расстройства, неспецифические канцерогенные факторы, курение, химические яды, высококалорийная несбалансированная диета, богатые углеводами и бедные белками. Итак, еще раз напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня пойдет речь о раке молочной железы. В нашей программе сегодня врач-онколог-мамолог, заведующий отделением Новгородского областного клинического онкологического диспансера Борис Борисович Хрункин. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наш телефон 67 97 67. Если у вас возникнут вопросы к Борису Борисовичу, используйте эту возможность, задавайте, не стесняйтесь. Ну, а в самом начале мне хотелось бы спросить вас, Борис Борисович, насколько распространена именно эта локализация онкологическая в нашей области? В Новгородской области ежегодно регистрируется более 350 новых случаев рака молочной железы. То есть можно сказать о том, что каждый день женщины узнают о диагнозе рака молочной железы в поликлинике онкологического диспансера. Что их туда приводит? Какие-то собственные подозрения, какие-то проблемы? Как они попадают к вам? К нам попадают пациенты по направлениям. Направления могут выдавать акушер-гинекологи в женских консультациях, могут выдавать участковые терапевты в поликлиниках, могут выдавать районные онкологи, если мы говорим о районах области. Некоторые пациенты сами обращаются. Ну, что ты западал за их у себя? Да. При наличии симптомов часть пациентов направляется после диспансеризации. В том случае, если при маммографии, либо при ультразвуковом исследовании молочных желез, проведенных в рамках программы диспансеризации, выявлены изменения, требующие консультации врача-онколога, такие пациенты тоже к нам приходят. А бывает так, что пациент, который пришел по направлению своего лечащего врача, либо терапевта, либо другого, другой специальности, ну, в общем, выясняется, что диагноз не подтверждается? Какие-то симптомы были, но это... Безусловно. Бывает это такое? Безусловно. Бывает, что этот диагноз ставится пациентам, которые обратились с какой-то другой проблемой. То есть диагностика рака молочной железы, в общем, не всегда является простой. Есть случаи, когда диагноз очевиден, тем не менее, есть такие варианты течения заболеваний, когда постановка диагноза даже у врача-онколога, обладающего значительным опытом, может вызвать затруднения. А в какой стадии чаще всего пациентки попадают к врачам-специалистам, к онкологам? К сожалению, доля ранних стадий... Невелика? Наверное, она составляет чуть больше 50%. Цифры немножко меняются. Они растут? Они стабильны, к сожалению. То есть чуть больше 50%? Да, нам бы хотелось, чтобы доля пациентов с первыми-вторыми стадиями росла, доля пациентов с запущенными формами заболеваний уменьшалась. Но пока какой-то значимой тенденции мы, к сожалению, не видим. Все равно велика, к сожалению, доля пациентов с третьей стадии. Это то, что называется местно распространенное заболевание. То есть либо это речь идет о большой опухоли в молочной железе с прорастанием кожи, либо идет речь об опухоли с вовлечением лимфатических узлов. Ну вот эти 40 с лишним процентов пациентов, которые уже попадают с третьей-четвертой стадии. Почему? Наверняка врач разговаривает с такой пациенткой и спрашивает, почему раньше не обратились. Тут разные бывают варианты. Чаще всего, к сожалению, опять-таки речь идет о том, что пациенты знают о том, что есть проблема в молочной железе, но ввиду страха или ввиду неосведомленности не обращаются за медицинской помощью. Как правило, эти люди из города или из сельской местности? Нет, на самом деле, зависимости. И из города тоже? Из городов и из сельской местности. Часто мы видим пациентов, у которых опухоль существует достаточно долго, скажем так. А я не знаю о ее существовании. Но часть пациентов не обращается в связи с тем, что они боятся узнать диагноз. Само сосется, да? Боятся лечения. Часть пациентов думает, что то уплотнение, которое возникло в молочной железе, поскольку оно безболезненно в большинстве случаев, оно не опасно, не угрожает их жизни. И поэтому не обращаются за медицинской помощью. Надо сказать, что есть и третий вариант. К сожалению, иногда мы видим скрытое течение заболевания. Такое тоже бывает. Ну, например, бывает так, что опухоль в молочной железе совсем небольших размеров, да, она недоступна для пальпации, то есть для прощупывания ни для самой пациентки, ни для доктора. Но, тем не менее, несмотря на свой малый размер, уже произошел процесс метастазирования. Такие варианты течения болезни возможны. И как их в таком случае выявить? Как их выявить? В идеале, конечно, мы должны говорить о скрининге. О скрининге, то есть о массовом обследовании здоровых женщин. То есть мы должны выявлять диагноз по возможности до развития симптомов. До развития симптомов. Момография, в общем-то, в большинстве случаев, опять-таки не во всех, но в большинстве случаев позволяет нам это сделать. Ну, охват населения на сегодняшний день нельзя считать удовлетворительным. То есть чтобы мы увидели какие-то результаты этой работы, ну, не меньше, чем 70% женщин старше 40 лет должны ежегодно подвергаться мамографии. В настоящее время мы пока далеки. Это нежелание или невозможность сделать мамографию? Как вы считаете, по вашему наблюдению? Тут много факторов и сложность, проблемы с доступностью тоже есть, потому что много районов малонаселенных, но с большой достаточно территорией, удаленность мамографических кабинетов. Но, опять-таки, отсутствие понимания того, что это необходимо делать, отсутствие какой-то единой программы. У нас есть диспансеризация, но единой программы по скринингу рака молочной железы, ее, к сожалению, нет сейчас. Я помню, год или два назад в Москве на каждом перекрестке, но в достаточно густонаселенных районах стояла машина, и всех призывали. В том числе и Иван Урган в своей программе даже призывал женщин сделать мамографию. Ну, скорее всего, это были какие-то программы, акции, полноценные многолетние программы, которые бы позволяли учитывать пациента, которые подлежат этому методу обследования, как-то их приглашать. То есть вы считаете, что здесь нужно немножко активизировать работу в плане управления? Вполне возможно, что разумно это даже не на региональном уровне, а на федеральном делать. Чтобы оттуда все-таки, чтобы центр нам помог. По крайней мере, те страны, западноевропейские, у которых есть опыт, в большинстве случаев речь идет о государственных программах, которые охватывают все население. Подвижки к этому сейчас есть? Вы, во всяком случае, бьете в колокола? Не могу сказать, потому что напрямую организационными тем моментами не занимаюсь. Со своей стороны, да, мы рекомендуем всем пациентам, которые приходят на приемы, каким-то образом оказываются в поле нашего зрения, мы такие рекомендации даем. Такие рекомендации даем. Скажите, почему вот это раннее выявление так важно? То есть, ну, мы сейчас уже часто говорим, что первая, вторая стадия довольно часто излечивается на 100%. Ну, совершенно верно. Раннее выявление важно, потому что результаты лечения лучше, когда мы лечим рак молочной железы первой стадии. Мы можем говорить о том, что большая часть пациентов, более 90%, переживут 5 лет и даже 10 лет. Да, это хорошие результаты лечения. Если мы говорим о лечении рака молочной железы третьей стадии, то цифры хуже значительные. Хуже значительные они, говоря о пятилетней выживаемости, могут быть около 40-50%. Ну, вот вы уже назвали цифры, что чуть больше 50% только обращается с первой, второй стадии, остальные, к сожалению. Но, тем не менее, и третья, четвертая стадия тоже находятся под наблюдением врачей. Безусловно, это вообще, поскольку рак молочной железы – это частое заболевание, болеют много женщин, много делается исследований по вопросам лечения рака молочной железы, и вариантов лечения, в общем-то, достаточно много. Достаточно много, и почти всегда, даже при запущенных формах болезни, мы можем помочь. Не всегда мы можем сделать так, чтобы заболевание полностью ушло. То есть не всегда мы можем, особенно при запущенных формах болезни, добиться так называемой стойкой ремиссии, то есть периода, когда у пациента нет никаких проявлений заболевания. Но помогать, улучшать качество жизни, продлевать жизнь пациентам с метастатическими формами болезни, да, у пациентов, у которых уже есть отдаленные метастазы, все это возможно. Все это возможно. Борис Борисович, мы просили телезрителей заранее задавать вопросы. Кстати, напоминаю, телефон прямого эфира 67 97 67. Также понимаю, что тема очень непростая, и, наверное, не каждому хочется озвучить ее в прямом эфире, но, тем не менее, может быть, у вас родственники страдают, может быть, вас лично интересует какой-то аспект, обсуждаемые проблемы, не стесняйтесь, можете не называть свое имя, но звоните, если что-то вас волнует. Ну вот заранее задала вопрос Людмила Бочарова из Демянского района. Кстати, она задала вопрос в группе отзывов ЧП «Великий Новгород». Мы благодарим этот паблик за помощь в нашей программе, там тоже задают люди вопросы заранее. Вот вопрос такой. Лежала в отделении гинекологии и мамологии. Там был один пациент, мужчина. Неужели рак груди встречается у лиц мужского пола? Если да, то какова статистика? Рак грудной железы, да, у мужчин мы говорим о наличии грудных желез. Рак грудной железы встречается у мужчин. Это достаточно редкое заболевание. От всех случаев рака молочной железы мужчины составляют менее 1%. Но тем не менее, несколько мужчин, вот если говорить о статистике по Новгородской области, несколько мужчин за год заболевают раком грудной железы. Почему? Почему у них это заболевание возникает? Ну, потому что у них есть грудная железа, да, то есть, в принципе, любой орган, который есть у человека, в нем может потенциально развиваться злокачественная опухоль. Органов, где не развивается опухоль, пожалуй, не существует. Другое дело, что в каких-то ситуациях это частая проблема, для каких-то органов это редкая проблема. Прям вот, что касается мужчин, да, рак грудной железы, это редкая проблема. Но, тем не менее, мы должны знать, что это бывает. Если у мужчины есть уплотнение в области грудной железы, какие-то жалобы, какие-то изменения стороны соска, кожи, конечно, это повод обращаться к врачу-онкологу. Вообще, вот вы уже говорили о том, что после 40, да, вот у женщин, как правило, вот эта локализация наблюдается. Но вот очень часто советуют уже после 35 женщинам обращать внимание на эту часть своего тела. Вообще, если говорить о среднем возрасте возникновения рака молочной железы, то это 62 года. 62 года. Это средний возраст. Конечно, мы видим опухоли молочной железы и у более молодых женщин. И даже последнее десятилетие, я бы сказал, частота опухолей у женщин в возрасте от 30 до 40 лет возросла. Да, больше стало таких пациенток. Если 20-30 лет назад это были все-таки казуистические случаи, редкие случаи, то сейчас вот в этой возрастной группе от 30 до 40 лет пациенты есть, и их достаточно много. Факторы? Достаточно много. Факторы какие приводят к этому явлению? В начале передачи были озвучены основные факторы риска. То есть мы не можем говорить, к сожалению, о причинах. Есть лишь факторы риска, которые являются обстоятельствами, повышающими риск развития рака молочной железы. Надо понимать, что наличие даже всех факторов риска не обязательно приведет к возникновению опухоли. Это первое. И второе, есть женщины, при опросе которых, при сборе анамнеза, факторов риска мы не выявляем, но диагноз рак молочной железы у них есть. У них есть, поэтому... Нигде соломку не подстелить. Да, какого-то, к сожалению, практического выхода, значимого в обсуждении этих факторов риска, я не вижу. И все-таки, вот как себя обезопасить? Ну, хотя бы какие-то общие советы? На самом деле, профилактических стратегий, ну, по большому счету, их не существует. То есть реально снизить индивидуальный риск для каждой конкретной пациентки, для каждой конкретной женщины, мы не можем. И именно поэтому есть программы скрининга, направленные на раннюю диагностику уже возникшего заболевания. То есть диагностировать заболевание как можно раньше, лечить его как можно лучше и достигать лучших результатов мы можем. Но осуществлять так называемую первичную профилактику, то есть какие-то проводить мероприятия, которые бы снизили заболеваемость, затруднительно. Затруднительно, потому что если мы посмотрим факторы риска, здесь есть репродуктивные моменты. То есть женщины, которые рожали в раннем возрасте, у которых много детей, которые много кормили грудью, они реже болеют ракомолочной железы. Мы же не можем эти рекомендации дать. Я прошу прощения, у нас телефонный звонок. Послушаем, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как влияет наследственность на возникновение этого заболевания? Является ли фактором риска? Наследственность, безусловно, является фактором риска. То есть женщины, у которых в роду был один или несколько случаев ракомолочной железы, они с большей вероятностью тоже заболеют ракомолочной железы. Более того, в последнее время появились варианты лабораторного генетического тестирования. Ряд наследственных форм ракомолочной железы связан с мутациями в определенных генах, которые мы имеем возможность определять по анализу крови. Поэтому если есть история рака молочной железы в семье, если болело несколько кровных родственников, то разумно проконсультироваться у врача-онколога и решить вопрос о генетическом тестировании. И индивидуально подобрать стратегию либо более интенсивного наблюдения в случае обнаружения генетических мутаций, либо, может быть, даже обсудить варианты профилактической хирургии. Следующий вопрос, который задали заранее. Наш телезритель Татьяна Федорова из Валдая спрашивает, проведена лаптектомия. Насколько я понимаю, это органосохраняющая операция. Потребуется ли мне химия или радиотерапия? Лампектомия – это калька с английского языка. Ламп по-английски – это опухоль. Эктомия – это удаление. Лампектомия называют варианты хирургии рака молочной железы, когда молочная железа сохраняется, а удаляется опухоль из молочной железы. В таких случаях в обязательном порядке женщины получают лучевую терапию. Это обязательно, иначе такое лечение нельзя считать радикальным и полноценным. Вопросы химиотерапии решаются индивидуально в зависимости от особенностей опухоли, от стадии опухолевого процесса и от состояния лимфатических узлов, которые тоже должны быть оценены различными методами. Поэтому тут надо консультировать женщину индивидуально. То есть радиотерапия обязательно? Радиотерапия точно, если выполнена органовосберегающая операция, химиотерапия в зависимости от вида опухолей. Следующий вопрос от Елены Степановны из Великого Новгорода. Если мне предстоит мастектомия, это удаление органов, можно ли пройти реконструктивную хирургию сразу или лучше подождать? То есть восстановление органов, грубо говоря. Реконструктивные операции при раке молочной железы становятся все более и более востребованными, более распространенными. Опять-таки сказать однозначно, что одномоментная реконструкция груди лучше, чем отсроченная, или что отсроченная реконструкция груди лучше, чем одномоментная, невозможно. Это вопрос, который также решается индивидуально, зависит от многих моментов, зависит во многом от стадии болезни, от вида опухоли и зависит от того, какое лечение планируется. Какое лечение планируется. То есть иногда можно делать и сразу? Да, в ряде случаев можно получать лучшие результаты, если выполнять одномоментную реконструктивную операцию. В ряде случаев лучше выбрать отсроченную реконструкцию молочной железы. Уважаемые телезрители, наш телефон 67 97 67. У нас остается совсем немного времени до конца программы, но еще какой-нибудь один вопрос мы можем взять. Ну а сейчас мы сделаем небольшую паузу, а затем вернемся в прямой эфир. Самой надежной мерой профилактики рака молочной железы является регулярное обследование женщинам-амологам, контроль за состоянием половой системы, ежемесячное самообследование. Всем женщинам старше 35 лет необходимо сделать маммографию. Своевременное выявление патологий половых органов, нарушение гормонального баланса, обменных заболеваний, избегание действия канцерогенных факторов способствуют снижению риска возникновения рака молочных желез. Борис Иванович, ну мы уже узнали о проблемах диагностики, о скрининговых программах, но вот мы еще и обещали рассказать хотя бы в двух словах о российском мировом опыте. Вот как у нас в России дело обстоит с лечением рака молочной железы и, простите, звонок. Давайте возьмем звонок. Мы слушаем вас. Алло. Мы слушаем вас. Добрый день. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире, да? Да, да, да. Ага. Я хочу сказать большое спасибо Борису Борисовичу, он меня оперировал 21 мая. И замечательный доктор, просто огромное ему спасибо. Спасибо вам. А вопрос-то есть у вас? Спасибо. Вот вопроса нет, но вот знаете, в этом выступлении уже все сказано. Приятно, наверное, слышать такие слова, да, от пациентов. Ну вот, если можно, в двух словах. Ну, ясное дело, что у нас, наверное, не так все хорошо обстоит, но тем не менее. Ну, на самом деле, я должен сказать, что существует в настоящий момент так называемые клинические рекомендации. Это то, что пришло к нам из западной медицины, безусловно. Но уже многие годы они есть и у нас, есть российские клинические рекомендации, в том числе и по лечению онкологических заболеваний, по лечению рака молочной железы. И во многом, во многом эти рекомендации совпадают с рекомендациями американскими и западноевропейскими. То есть я не могу сказать, что мы находимся в каком-то, в изоляции в какой-то, вот в этом плане. Понятное дело, что вообще лечение онкологических заболеваний – это недорого, да, это очень дорого. Многие лекарственные препараты, многие виды лечения, многие методы обследования требуют больших затрат. Но, тем не менее, мы стараемся соответствовать тем стандартам, которые приняты во всем мире, стараемся сокращать отставание от развитых стран, скажем так. Поэтому обращаться нужно, обращаться вовремя. Мы, кстати, с вами наверняка еще встретимся в ближайшее время. Я думаю, что телезрители осмелеют и будут активнее задавать вопросы на эту тему. Ничего страшного нет, главное – вовремя обратиться, правда? Ну, а сейчас я вам хочу сказать, уважаемые телезрители, что завтра в нашей программе мы обсудим такую тему, как алкоголь и психологическое здоровье человека. В прямом эфире на ваши вопросы ответит врач-нарколог Олег Владимирович Еремин. Вопросы уже можно задавать заранее в группе НТ и группе отзывов ЧП «Великий Новгород» в социальной сети ВКонтакте. Ну, а на сегодня все. Спасибо вам за внимание к программе, за ваши вопросы. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин